и всем добро пожаловать друзья на канал перфект геймер play с вами олег друзья ну что ж сегодня у нас новое начало новый эпизод 3 эпизод друзья первая серия так что друзья не забывайте подписываться на канал ставить ваши королевские царские лайки для меня это очень друзья важно так как я начинаю видеть то что моё творчество вам не безразлично ну а для меня это в первую очередь послужит мотивацией делаю для вас годный контент друзья ну что ж усаживайтесь поудобнее всем приятного просмотра это тоже девушка маккензи жесть жили она не выжила друзья так очухиваемся так женский голос персонажа так и судя по всему друзья мы будем играть за нового героя в этой игре это даже очень интересно может быть нам покажут сцену девушки маккензи значит жива где где и может говорить ты в моем доме я нашла тебя в снегу несколько дней назад и несколько дней почти мертвую у тебя было обморожение и лихорадка если судить по этим ранам ты столкнулась не только с плохой погодой я угодила в виду по другую сторону тоннеля это беда угодила в тебя где я я же сказал у меня дома это не маккензи был друзья в начале металл ты все еще слабо отдохни поговорим позже нет я в порядке как знаешь тогда поговорим да друзья это не маккензи был это была вот эта вот девушка который похож на мужчину очень странно ну да ладно и и судя по всему она нас нашла нас зовут вроде бы как антрик да вроде бы если я не ошибаюсь и как известно она нашла нас полу живую полумертвую дом вы сказали мы в вашем доме а как я сюда попала и я была на охоте нашла тебя в снегу вернее под снегом ты пролежала там несколько часов или даже дней ты едва стала жива что ж спасибо что нашли меня я молли только благодари не меня скажи спасибо во вороне 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 ага ну или ворону чертова птица никак не могла заткнуться привела меня к тебе меня как будто вели за руку ясно а давно нет электричества ага долго еще не будет но от родной долине часто перебои с электроэнергией так что мы готовы к таким ситуациям скорее мы вообще держим ферму на одних генераторах большая часть проблема в том что и генераторы перестали работать машины не заводятся как и трактор телевизор не включается радио тоже фактически только старая телефонная линия и дисковый телефон еще строю а как это возможно может дело в том что в них нет электроники телефонную линию проложили еще в те времена около 60 или 70 лет вроде бы назад не знаю как и почему все это еще работает но она работает это же хорошо может вызовите помощь свяжетесь с кем-нибудь да некому звонить здесь больше никто не живет тут нет никого кто согласился бы помочь кухня это ваша кухня когда я принесла тебя у меня даже не осталось сил забрать на верхний этаж и вы для меня устроили ночлег здесь электричество нет это самая теплая комната возможно мы с тобой живы благодаря этой печки меня вынесли меня всю дорогу скорее тащила в общем то да ты выглядела очень плохо честно говоря я не думала что ты выживешь помню только тоннель и волки там еще были за мной гнались потом я бродила очень долго словно целую вечность да в лесу в кромешной темме там можно бродить сутками пока не забудешься и не потеряешь надежду и ты уже ни за что не вернешься туда откуда вы пришла я была не в большом городке в милтоне это по другую сторону гор старый город после разрухи там все очень плохо уже не помню когда была там прошлый раз должно быть ты прошла долгий путь как раз я тебя нашла в этом лесу но ты не оттуда нет весь город милтон он я не знаю исчез его жители пропали большинство жителей был пожар а еще так ну все хорошо теперь ты в порядке побереги ты чуть не умерла после того маккензи мой самолет разбился прямо в горах так и оказалось минутами там была я и друг вылетели на одном самолете да а друг выжил буря волки я ничего не помню не понимала мы разделились я потеряла его из виду его значит и его бросила а затем попала в беду волки и кое-что похуже но я уверен что он смог выбраться вот как этот упрямец слишком живут но ты за него волнуешься да еще в самолете осталось то то что мне очень нужно и что же это кое-что важно я должна найти его мне нужно вернуться здесь недавно не проходил мужчина того о ком ты говоришь точно я не видел но вы кого-то видели да повторяю только о ком ты говоришь не видела вот так вот друзья в холодильнике пусто чтобы поправиться тебе нужно что-то найти а значит уже на охотиться скоро я пойду на охоту хорошо ты останешься здесь отдохни еще немного ты неважно выглядишь так и сделаю спасибо и еще снаружи небезопасно так что оставайся в доме ясно я не шучу оставайся в доме да большое спасибо этой женщине что приутило отогрела благодаря ней мы выжили друзья ухты чайник засвистел ох сейчас горяченького чайку попить травяного сыповничка а вот и охотница наша хозяйка а ты не спишь я думала ты еще не оклемалась сумела добыть оленя недалеко от фермы теперь мы уж точно не умрем с голода я слышала свист чайника я согревала воду у нас будет чай и мясо звучит заманчиво должно быть я иду на поправку удивительно как голод может повлиять на наш разум если тебе лучше может начнешь например какого черта ты здесь вообще делаешь это длинная история но электричество нет уже даже сама со счета сбылась когда это зато у нас здесь холод а еще немного чая и мясо мы здесь надолго так почему бы не скоротать время рассказав хорошую историю доктор я врач доктор астрид гринвуд приятно познакомиться доктор астрид значит боль головную лечишь еще и деревья скорее работаю в лаборатории с пробирками я ученый понятно бесполезно доктор мне нужно добраться до города к северу отсюда недоступные мельницы знаете где это я не часто хожу далеко но да слышал об этом хорошо там есть там больные им нужна моя помощь и я кое-что потеряла из крушения самолета из-за крушения самолетом теперь это у моего друга мне это нужно иначе я не смогу помочь им значит эта шутка может может быть эта штука у того упрямца которого ты бросил в самолете верно это шутка которая тебе это штука которая тебе нужна сейчас находится по другую сторону разрушенного тоннеля там где ты угодила в беду все так знаешь что ты ведь добровольно прибыла сюда на остров великого медведя и так себе идея значит на севере есть люди в неотступных мельницах а чем они больны я не совсем уверена поэтому я должна туда и попасть ну у тебя же должны быть какие-то догадки иначе зачем лететь так далеко да они у меня есть но ты конечно же мне не расскажешь нет простите я не могу и та штука которая сейчас у твоего старого приятеля которая тебе нужна чтобы им помочь они ты тоже мне ничего не расскажешь да верно ну уж простите конспирация мэм да ты дамас кучи секреты так когда вы вошли я слышала как вы закрывали дверь на замок вы делаете так всегда после ухода или я просто здесь заперта тебе лучше оставаться внутри почему там полно волков а еще и холодно ты слишком слабо чтобы идти туда поверь это для твоей же безопасности я благодарна вам за все что вы для меня сделали но мне нужно уйти я должна найти друга и вернуться к работе сначала креплю немного значит я теперь узненько повторяю это для твоей же безопасности а ваш муж а где он муж но кажется здесь живет еще один взрослый человек вот я и подумала что это ваш домысловик дабы добра не доводят ты же врач я про не хотела простите несу свой нос в чужие дела но вы только что вернусь и я мне нужен не надо подумать мне жаль главное смотри сама у астрид и вы больше не лезь мои дела смотрите друзья сама главное вот это вот охотница у астрид все выпытывает что за ящик что за муж а как она у ее спросила так так сразу блин загорелась смотри подгорела блин а вот эта женщина блин ну и местечко я здесь западнее так карту открыть не могу друзьям зато могу посмотреть и на винтать что у нас есть спички одежда и баночка и все ё-моё блин так боль у нас этого ничего нету так давай это сразу все закроем чтобы но не напрягала нас узнать больше моли окей так что-то мешки не муж ее надеюсь мы это моли а я стоит так давай будем узнавать побольше моли о пошлой моли друзья у волки какие так аптечка так ты можешь взять друг там наверняка аптечки из которой нам понадобится скоро мне понадобится аптечка так вот так заперта вот же аптечка чё а у аптечка говорю так шкафах лутаться мы не можем поломанное ружье может ствол разорвало до моли видать оружие чистить не умеет так окей гол сюда похоже на работу моли прошло много времени так это нам как и засчиталось или нет так два из трех отлично водки всякие так картотеку лутать мы тоже не можем так а тут что у нас кровать комод слушая тут очень уютно и чисто друзья так ткань или что это от тормата но откуда так аптечка нет нет так вот еще комнатка так сохранение звони телефон плазмачка телевизор так ответьте на звонок я я с радостью где телефон в той комнате что ли это туалет куда мне в душ ответить ответьте на звонок блин что со звуком в этой игре телефон как будто бы рядом а где телефон вот я как иду прямо звука но это же не телефон это радио ну ки пошли на первый этаж вот он телефон лишь нажимал болин какого черта ты так долго мало слава богу ты ответил моли угадала слушай внимательно доктор шо так так они меня окружили соображают где кто вас окружил вы в опасности кто-то они чертовы волки вот кто они загнали меня в угол я сейчас пытаюсь залезть смотри но волки обычно людей не трогают черт дамочка ты меня вообще слушала впрочем не важно хорошо что я могу сделать мне нужно чтобы ты принес такое что из дома хотелось бы но вы же меня заперли помните цветочная ваза подни ключ от подвала найди оружие неси и возьми патроны для ружья и прихвати старый револьвер для защиты волка не остановить не замедлить и что выходи из дома и иди по монеткам только давай быстрее тут работы хватит на нас и хорошо я уже пути иди прямо к сейфу больше ничего не трогать ты поняла ты посмотри какая еще это та упрекает командует подвал так подожди сперва нам нужен ключ ключ она говорила что находится подваза вот под этой хашу так а что с интерфейсом друзья а что с интерфейсом вот теперь есть интерфейс найдите патроны для ружья море окей как ты думаешь поломать выберите инструмент ни одного ни одного блин ладно все давай не будем ломать так древесина давай возьмем куртка друзья одеваемся потихонечку versace ничего не трогайте там были ты обалдела что ли на улице мороз такой мороз не мороз а мороз она говорит ничего не трогайте кроме револьвер да иди-ка ты в баню вален так повязка оооо повязка то что нам нужно обезболивающее мы используем для другой раны вот ну все астрид мы теперь с тобой как новенькие что это чё за херь это не муж ее случайно у астрид не трогай ну зачем она тебе надо вот черт это не джереми друзья это не джереми из второго эпизода лесничья подожди она не та женщина моли слушай ну все сходится который маккензи должен был передать послание помните друзья так револьвер есть патрике есть керосиновая лампа покиньте подвал так давай-ка патрик один зарядим все отлично обыскать сушилку может быть там вещички есть как хорошо в мойке у нас ничего нету набор для шитья ткани как замечательно так тучи у нас спички еще спички давай возьмем давай возьмем газетку будем разжигать костер кто знает кто знает куда нам идти что у нас ждет друзья берем 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 так что тут у нас есть давай ломать ничего не будем чтобы не тратить ох ё-моё ссори ссори друзья я думал залутается это все дело у блин это было громко так а там она надо все это дело покинуть так все ничего нету так что у нас по весу 11 килограмм из 30 по одежде по одежде так 54 давай наверное почти не хватает ткани слушай нам бы что-то бы разобрать какую-нибудь тряпку чтобы до ума куртку довести так нету тут никакой тряпочки ладно все погнали друзья давай сохранимся давай сохранимся ну и посмотрим где мы сейчас как раз находимся в кроме как ё-моё ветки ведут камбару идите к меткам камбару в море так у меня нету карты не могу посмотри друзья так вот метка слушай я хочу вот это посмотреть но вот прям не терпится мне так я не могу этого сделать все отлично так тут у нас есть что-нибудь ничего слова совсем так и главное главное не заблудиться друзья буро ничего не видно зачем она вообще в буром пошла зачем в этом моле пошла в буром такую сколько на улице минус 24 по ощущениям сколько сколько 36 просто давай давай бежим будем максимально вперед передвигаться я же попал тебя засранец я же в тебя попал засранец очень холодно надо развести огонь да посильнее так слушай мы в тракторе тоже промерзаем так а вот и амбар да наверно так вот она кого-то подстрелила видать так приемник я не могу это взять берем стрелу еще давай возьмем на всякий случай так керосиновую лампу убрать не будем так анимация пошла друзья алло алло это ты моли моли она самая прости что сбежала но я просто не могла рисковать и ждать одна из этих тварюк все-таки залезла в амбар спаслась чудом оказывается в прошлом лета я оставила здесь мясо и забыла ладно об этом бразе я уже позаботилась моли моли я была в вашем подвале ясно и что я нашла там тело черт моли кто кто это тебе лучше не знаю сказала же не лезь мои дела бизнес старая листовка с приглашением городским сообщением а сам город похоже где-то недалеко если макинзи удалось выбраться то он мог пойти прямо туда так супер супер друзья у нас есть теперь карта спермерский дом моли это амбар моли чего травма называет это домик судя по всему нам надо идти туда отлично ну просто круть друзья просто круть нету опять интерфейса до что такое это баг в этой игре я даже не вижу что я подбираю волка разобрать можно нет вульф так вот это берем просто интуитивно все берем сохраняемся очень странно нету интерфейса друзья очень странно я даже не понимаю что у нас происходит в организме тепло ли нам или нет вещи промерзшие все так перевеса нет у нас мы все туда пойдем очень странно смотри теперь есть интерфейс так но буря стихла но у нас по-прежнему по погоде по температуре мы в такие минуса уходим давай прям просто дичайшими перебежками будем передвигаться после выстрела выжил смотри дорогого общественный клуб очень надеюсь так нам бережим бегем бегем по дороге иначе есть риск замерзнуть может быть что-то одежду найдем это просто прям сейчас очень важно так шапка круто что-то есть еще блин перехлаждаст у нас вообще жесткий идет как ты шапку одела я надеюсь так 040506 давай вот эту оденем но как дичайше холодно но по ходу мы сейчас будем все все равно у нас будет риск переохлаждения мы по ходу будем получать урон ну я думаю что мы с вами все равно доберемся но будем получать урон может быть сюда давай зайдем строение квадратной долине я так думаю других вариантов нет так в револьвере у нас пять патронов получается еще и пять запасных да или нет так сохранимся давай так астрид наша еле передвигается все потому что против ветра бежим так он там уже какой-то амбар я вижу ничего там согревающего у нас нету давай давай астрид риск переохлаждения она понимаю понимаю мы добежим астрид мы добежим и и еще одежку найдем какую-нибудь странно где они берут все на весы здесь круглый год зима еще причем такие тюки может я что-то не понимаю фермерстве надо поиграть ферму симулятор фермы и узнать смотри волк кролика гоняет все хана кролику я думал сейчас кролик завалит волка вот это было бы эпично я думал на нас не загрится от волчара он вроде бы как жрет там чё-то ну кролика верни а вон тот вполне может загреться странно почему-то волчара не умерла ну давай 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 ты чё я в него выстрел друзья даже посмотрите из него шла кровь падла аааа падла блин а ну вот гнида а я же выстрел прям кровь от него нафиг отлетела так так дело не пойдет давай-ка загрузимся сейчас я тебя сначала пристрелю и потом загружусь нету пистолета у нас говнюка я же в него четко попал из него прямо кровь блин шла давай-ка лучше по дороге пойдем надо посмотреть самим на повторе потом друзья напишите в комментариях вот из него же вот в него прям четкий выстрел был может быть это какой-то баг друзья я не знаю почему-то интерфейс пропадает в помещениях или это так задумано никогда еще так не мерз написано не мерзла а мерз перевод мое почтение локализация астрид ты же вроде бы бежишь а как у тебя замерзание идет да ладно астрид минус 17 всего-то это ж не минус 50 либо или минус 30 хотя бы блин в такую погоду я не знаю можно в расстегнутых фуфайках ходить тоже мне выживание в такую погоду блин ну а теперь он там этот волчара блин но второго шанса мы тебе не дадим о еще шапка на таком же самом месте берем 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 сапенса ладно в доме все посмотрим у нас походу шапка сейчас как и промерзлите как стекло разобьется вон она это псина вторая псина сагрилась за попал а почему не лёгнуть калибры маленький что ли или ты или или в чем дело второй раз не обязательно было стрелять на их просто хотел убедиться а молли что вообще с этим ходит с луком и колчаном что-то вроде бы у нее винтовка была волка были всажены стрелы как бы строение в отрадной долине так но утески я тут думаю она вряд ли будет давай-ка в этот сарай забежим да что-то тут есть газировка корм для собак уже там в кусок льда превратился этот корм наверно нормально астрид живем живем приказываю жить смотри тут два трактора стоят так давай-ка с них начнем а то бы с тобой потом этот силы восстановим придется заново тратить энергию тепло на лутание а так мы с тобой сразу прямиком отправимся по сюжетке козырьков нет ничего нету все отлично уходим тогда к револьвер уберу чтобы случайно не выстрелить и не потратить патрон и чуть открыть нельзя попасть внутрь серьезно быть такого не может ну-ка интерфейс исчезнет или нет нет не исчезает очень странно так есть уголь так бронспойнт разжигаем огонь до талого греемся сейчас друзья тут и уголек есть и дрова есть вообще все что надо и вроде бы какая-то иномарочка стоит слева от меня пошла жар а ты чё не развела что ты давай у меня последняя газетка осталась блин не подкачай вот был бы макинси тот бы блин чувак с первого раза бы развел костер правда когда была буря мы сразу третьего так и не развели все отлично тепло пошло вверх все это дело подбираем сейчас выспимся так 27 минут добавить топлива так насколько сейчас у нас пять часов под лично пускай пока горит сейчас под добавим шар спальный мешок давай возьмем сейчас сравним который лучше наш или вот этот новый подобранный так чё тут у нас ничего в козырьках в ни разу в козырьках ничего не находил так ящик будем разобрать не разобрать их так газету берем качестве для изготовления починки но пока пока возьмем выбросить всегда успеем так как место у нас еще навалом наконечник стрелы видать стрелы можно будет так вижу лук вижу лук с тетевой таковы в этот фонарь у нас есть такой так температурка вниз у нас поползла так ну чтож отогреваемся отогреваемся так что у нас там еще когда вы к гляне берем антисептик блин тут такое ощущение как будто не только жирали к этим корма для собак о куском везде корм для собак книга так тучи у нас так еще для стрел собрать можно так повязка древо средства что нам для этого нужно сухая молодая береза так а то че у нас гвоздодер отлично все что мы с макинзи в первом эпизоде искали серии 5 мы здесь нашли все в одну серию друзья в первую же серию мы все нашли ой патрики для револьвера ой ё-моё блин просто обалдеть мы просто сейчас и заряжены макинзи так подожди к этому что-то нашел но не прочитал так проверить запись лесного оратора 2 друзья можете на паузе пожалуйста прочитать так ключ-ключ она этот ключ от подвала новая цель на дети все записи лесных ораторов которые могут узнать их версию события ему ок ок непременно ок так пошли вниз так сколько пять часов отлично так что у нас по воде так давай пока мы тут с тобой сидим думаем запарим воду готов готовить так вода сколько пол литра надо будет и котелок найти так для до расплавления 17 минут отлично давай-ка посмотрим по шмоту что мы там с тобой нашли так тут шапка 10 тут 070507041 отлично носить носить и еще плюс ее давай починим а начат капец вообще мега теплая будет глядишь даже так подождать до готовности так все забираем банку давай ладно тоже поднимем там нас если что газировка есть сколько еще четыре с половиной часа так дальше теперь шапка у нас 2 ты прикинь так сюда шарфик воткнуть никакой не можем так шапка 10 но думаю даже если тупо чиним она лучше не будет так давай ее разберем 10 минут отлично отлично разбираем надо еще плюс куртку починить пока что ничего с тобой выбрасывать не будем тоже разбираем надо куртку починить там в 40 процентов или 50 а не помню там как раз две ткани потребуется разобрать тоже конечно шарф ты чё блин выходим в мороз минус 17 а у нас прям три отметки в минус уходят на индикаторе это нехорошо так разобрать еще 10 минут лично костер у нас горит если чё разобрать там есть что 54 процента по 1 и 1 да у нее сейчас эффективность так подожди костер то не погаснет не посмотрел сколько по времени чинится 17 сколько еще три часа нормально так что у нас еще можно починить 58 действия ремонт сколько будет чиниться 25 минут отлично пойдет один нормально так перчатки слабенькие у нас свитер слабенький 0 3 давай тоже починим 0 3 и 50 процентов это вообще никуда не годится 0 4 блин нам просто обалдеть так слабо очень слабо добавить топлива книгу угля так на 10 часов давай что-то универсальное такое пить чтобы можно было одновременно и есть и пить так теперь теперь 85 процентов ставим сколько видно 10 часов давай спим 9 часов все отлично сон восстановим здоровье восстановим силы вернее усталость она же и силы так а там уже темень до за полночь разломать пока что не пьем допускай будем получать урон но ничего страшного так это там ящики были и сейчас фиг найдешь чего это темноте вот разломать так гол молодец я блин костер то не подержал блин огнем не завязывай блин тут не ветра ничего нету а ты не разжигаешься ты чё серьезно вот дурынта со второго раза прикинь не разожгла ты чё женщину эх блин маккензи бы тебе сейчас показал бы как разжигать надо ты чё серьезно что ли шанс развести огонь 25 процентов ну четвертая пятая попытка ты как бы должна превозмочь себя короче иди-ка ты в баню блин совсем обалдела были короче пойдешь по морозу тогда я ничего не знаю и пойдешь в ночь совсем охамела были все носки тебе за что поливом можно смело идти так а тут ничего нету в руинах этих ничего слушай моли никак не объяснила кто это лишь и там у неё подвале но по моим ощущениям друзья мне кажется это джереми это друзья джереми так мост нам надо через вот этот вот мостик слушай а на этой локации нету вот этих интересных полярных сияний как пец какую буранище минус 30 по ощущению как минус 34 ну это уже если честно прохладненько при такой температуре и думаю не стоит детей уже отпускать школу на учебу так а там впереди дым идет да смотри значит нам туда надо сюда по всему там тепло дым может быть это общественный клуб из листовки сейчас мы все узнаем астрид так холодно что даже больно то что ты знаешь о боли как ходить в минус 30 школу с пересадками на автобусе да все ужасные пришли слушай кто тут печь там так нехило кочегарит но чё я могу сделать то астрид давай спиной максимум повернусь чтоб ветер хотя бы в лицо не дурь и вещи только не разбей шапку и джинсы главное не разбей только мы их только заштопали мы их только заштопали астрид ткани больше у нас нет не разбивай когда они промерзнут локация вроде бы небольшая друзья астерский городок или был когда-то так а там свет горит да так давай сперва полутаемся то вдруг там потом какая хардсцена сработает и может с собой не сможем туда попасть ну да естественно сейчас там ничего не будет и видно придет придется зажигать наш нет или факел давай наверно факел он дольше горит как бы давай давай нас тут я надеюсь факел у тебя хоть не потухнет пусто так рыба на голодные шахтеры все позабирали так отлично чаёчек берем ухты чашка с кофе на отлично тостер нож для консервов это все нам пригодится так тут что лично банка все люди берем закусончик с водички так но я бы больше беспокоился по одежде друзья я бы хотел бы найти какой-нибудь теплый шмот на самом деле так вижу ботинки какие-то это ерунда пригодится нифига себе ерунда а вот кожаные туфли это ерунда я думаю набор для шитья хорошая полезная вещь комоде ну-ка лутаюсь быстро друзья чтобы немножко поэкономить факел и по последующий дом полутаться так берем берем уже одеваемся потихонечку версачи лично вообще крутяк не зря зашли не зря зашли берем книгу подожжем и лично блин просто посмотри нас это на вся этот как снежинка белой так 03 17 так 03 меняем 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 на 18 круто так эту потом разберем 0404 08 носить 04 снять так это мы разберем носки так 0501 беспонтовые кожаные туфли ты чё серьезно кожаные туфли лучше чем наши ботинки нет нет тут смотри по водостойкости и так далее наши лучше так все отлично пошли следующий дом уже лучше друзья намного ухты светлеет так 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 тут домов смотрю на сколько для лутания домов очень много для лутаний так что за 5 секунд тут не облутаешь и я думаю это будет пока основная локация вечно тебе холодного ли тебе он уже такую куртку толстенную дали вы общественный клуб приемник так тут берем открыть дверь открыть дверь слушай это где-то пожар помнишь будет помнишь тут пожар будет на этой локации ё-моё да как туча у нас так берем будем поджигать на солнце костер пригодится и вроде бы как лупа не изнашивается вот это вот увеличительное стекло так газетка и патроны были наверху сейчас будет интересно мне почему-то кажется что это это локация идет идет будет заключенный устроит пожар так давай закроем дверь чтобы не сквозила спальный мешок так кстати я же хотел сравнить спальные мешки 80 80 понятно одинаковый один выбрасываем открыть дверь и открываем так газетка давай ка берем повязка берем набор для шитья на боли ки всяким найдите пещеру снежного человека дойдите в баню были сами уже скоро как снежный человек будем так sorry sorry на голову наступил прошу прощения здравствуйте вы с места крушения как и все остальные все койки заняты но вы можете присесть и погреться у огня место крушения а как вы узнали место крушения разве вы не помните может быть последствия шока мой самолет разбился но я была несколько дней назад недалеко отсюда вернее далеко отсюда нет нет вы разбились вчера за холмами звук крушения был воистину ужасен я смог услышать его даже во время метели разве вы не помните послушайте мне жаль но вы должно быть ошибаетесь я пережил катастрофу но не здесь понятно прошу останьте с нами и погреться у огня пока вы пока мы не выяснили откуда вы вы выжившие значит все люди выжившие после крушения большинство да когда нам когда по нам ударила метель в городе окрестностях было всего полдюжины людей за прошлые сутки до нас до нас добрались остальные многие пришли с места крушения а что именно упал пассажирский самолет не могу сказать точно многие были настолько ослаблены что едва могли говорить если судить по оглушающему грохоту и огромному столбу огня за холмами там разбилось что-то крупное по ходу лутаться там будем друзья ну исследовать то место вы уверены что не помните о крушении самолета а что это за место это старый общественный клуб перепутье томсона мы пришли сюда когда погода укусилась три или это случилось четыре дня назад домах стало слишком холодно и нам показалось что лучше собрать всех под одной крышей и вчера к нам начали приходить выжившие после крушения вы не местные они так ли у тех кто придумал название отрадная долина было хорошее чувство юмора здесь самая суровая погода на всем великом медведя но сейчас хуже чем обычно да пару недель назад поднялась очередная буря самая лютая когда что глибо я видел занесло все дороги пока на дорогах снег боюсь мы здесь застряли кто-то должен прийти на помощь чтобы расчистить дороги я так не думаю не теперь придется подождать пока погода сделает свою работу сама но что ждет всех этих людей сказать честно я даже не знаю у нас почти не осталось но мы можем растопить снег так у нас хотя бы будет вода в это время года смена одной метели обычно приходит другая все могло быть и по-другому если бы у нас оставалось электричество сейчас мы можем лишь пытаться согреть и накормить этих людей и затем ждать что уготовил нам господь вы кажетесь растеряны но выглядите намного лучше остальных может быть вы нам поможете я врач я могу осмотреть выживших и попробовать помочь звучит как отличное начало вот когда осмотритесь их и возвращайтесь и мы подумаем как можно будет помочь я вот так вот друзья смотри опять нет интерфейса и с чем это связано но никак и не пойму никак и не могу понять так повязки это мне для этих людей полагаю так понадобится и вижу интерфейса вообще вообще не вижу но судя по всему эти шкафчики пустые очень странно конечно ладно уже давай тогда сейчас все залутаем и в инвентаре уже потом посмотрим что мы подобрали по любому там где самолет развился думаю там есть кучу сумок я наверное думаю это все придется принести сюда пострадавший там читать могут оказаться вещи я думаю они пригодятся но не знаю не знаю что нам приготовил сюжет не знаю что уготовил нам сюжет друзья так все пусто в шкафчиках так по звуку был или котелок или какая-то банка не пойму так это мы открыть не можем ах что-то подняли нож наверно уже скоро будем по звуку определять что подняли так это так это открывается или нет нет не юзается так это можем поднять нет во возьму теперь котелок у нас сто процентов есть так инвентарь инвентарь так смотри по одежде так ничего нового надеюсь 040103 а тут 05 так отлично два котелка у нас один давай выбросим так у нас уже идет перевес на 600 грамм так банку давай тоже выкидываем так пока что ставим потом выбросим одежду разберем ну вот так вот вот так вот друзья ну что ж дорогие друзья пожалуй на этом моменте закончим нашу с вами серию блин это было так заинтригованно все было так очень круто друзья ну что ж уже увидимся ближайшее время с вами был олег канал перфект геймер друзья не забывайте ставить лайки подписываться на канал оставляйте ваши комментарии до скорой встречи всем пока